Подводные камни интернет-пространства, профилактические программы и профориентация подростков. Именно эти темы поднимали на округлом столе по вопросам материнства и детства. Психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних и в первую очередь сами родители ищут способы, как уберечь детей от виртуальных и реальных опасностей, но в то же время не ограничить их свободы. За ходом дискуссии следила наш корреспондент Анна Троян. В современном мире бросать детей на произвол судьбы стало еще опаснее. Интернет-пространства, в частности социальные сети, представляют большую угрозу, поэтому пользование ими родители должны держать под строгим контролем. К этому на округлом столе призвали полицейские. Все мы работаем, но нужно уделять основное время детям. Эмоциональная связь в первую очередь, знать, где они, с кем они общаются, знать эти аккаунты хитростью или как в социальных сетях и запрещать им. Просто нет и все. Так называемыми группами смерти озабочены и психологи. По их словам, администраторы групп в социальных сетях знают, как тонко манипулировать детским разумом. В связи с этим специалисты Ассоциации психологов Подмосковья решили разработать большую программу по поддержке подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы по Московской области сделали опрос среди подростков. И подростки нам все помогли, рассказали, подсказали, сориентировали им, чтобы вот такую помощь там получать. Им хочется, чтобы это был отдельный ресурс в онлайн-пространстве. И там им хотелось бы, чтобы на этом ресурсе право выбора было и общение с тем же психологом. Общаться важно и с родителями. Елена Кончили не только руководит комиссией по делам женщин, но и сама многодетная мама. Участникам встречи она рекомендовала максимально использовать отпуск по уходу за ребенком, чтобы самостоятельно развить у малыша качества и навыки, не перекладывая ответственность на дошкольные учреждения. Главное, чтобы он хотел учиться, а мама, чтобы его научила, чтобы была крепкая психика. Он знал, что дома его поддерживают, любят. Кроме того, участникам встречи рассказали о занятости подростков, развивающих занятия для детей и реализации проекта «Родительская площадка». Приятным сюрпризом мероприятия стал визит депутата Московской областной думы Игоря Каханова. Собравшихся народный избранник поздравил с прошедшим днем матери. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.